Да, и Саферон еще Диаблос поменяет. Конечно, еще с Сафероном были походы во второй акт на Торменте. Для тех, кто смотрит в записи, это 14-я часть трансляции изейшего темнейшего Darkest Dungeons. С вами Михаил, он же Майкер. В общем, здрасте. У нас в прямом эфире... Ой, Фомбич, еще Фомбич здесь. Классно. Вот. Сейчас ситуация неплохая. Во-первых, второе темнейшее закрыли. А, я хотел сказать, что мы стресс у всех сняли. Действительно, у всех сняли, но был еще поход потом на команду эту, утопленников. И поэтому тут есть проблемы со стрессом у некоторых персонажей. Я сейчас записи двухлетней смотрел по D3-Rost, там на пятой части ты забросил. Нет, нет, неправда. Там было в одном марафоне частей восемь, потому что мы играли как минимум восемь дней, часов по двенадцать в день, собственно. И проходили, собственно, первые шестидесятые левелы получили в... ну, в Европе-то точно. Не знаю, как... там релиз в Азии, кажется, был чуть раньше, или в Америке. Но среди российских и европейских коллег мы, конечно, дальше и быстрее всех, что самое главное, прошли на хардкоре. Легчайшее, темнейшее. Скорее всего, несогласованность, просто легчайшее единственное число, а темнейшее это название. Поэтому не обращай внимания. Ванда-то говорит, тебя смотрят психологи. Серьезно? Короче, смотрите, закрываем... закрыли заповедник, закрыли бухту, осталось руины и чаще. По боссам остались некромант, пророк, пушка шестинадцатифунтовая. И все, и в конце темнейшее, третье и последнее задание в темнейшем. Поэтому я сейчас должен собрать прекрасную, прекрасную команду для руины и для чащи. Желательно начинать вот с лоу-левелов четвертых товарищей. Вот Дмитрия Михайлова взять. Ой, Фомбичу как плохо, а. Так, давайте сначала стрессулечку погасим. Да? Или... Да, в любом случае сначала стресс нужно погасить. Можно, кстати, потихоньку продолжать закреплять. К тому же самому Дмитрию Михайлову. Да не, надо отталкиваться от того, на какую миссию ты пойдешь. Давайте посмотрим. Можно взять средний уровень, как раз для того, чтобы... Подтянуть лоу-левельных чуваков. Я точно хочу поиграть с Дмитрием Михайловым. Но его нужно, наверное, брать вкупе сразу же с антикварочкой. Вместо разбойника будет парировать. Возможно, стоит взять второго Фомбича, потому что он у нас в единственном экземпляре. Умрет Фомбич, и все, и ничего не будет. И нет у меня нормального саппорта, только рандомный картежник. В руинах... Кто у нас там? Покойный предок. Кажется, в руинах разбойники. Что там с нот? А, он со всеми поздоровался. Псих. Просто псих. Стресс снимать некому, но это товарищи пустые по стрессу. Поэтому, может быть, и хватит. Можно еще прогрейдить... Что у нас недогрейжено? Медицинские приспособления удешевляют лечение болезней. Но болезни сами по себе, они довольно-таки дешевенькие. Вообще-то. И надо взять еще кого-то, кому навыки закреплять. Можно посмотреть на нового БСП. Во, обреченность. Вот, 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 вот. Сейчас мы нового БСП. Обреченность топовая штука. Каждый промах обратить в попадание. Для ДПСера, который первый удар наносит, это прям топич. И... Минус скрит уберем у него на рукопашных навыках. Потому что тоже важно. В общем-то, деньги-то есть еще. Можно кого-нибудь из... Стартовых товарищей. Может, Брюса, кстати? Скорость неплохо. Да, урон. Давайте Брюса попробуем еще в больничку засунуть. Это дороговато будет. Крит дальнобойный нет. Оглушение возможно. Быстрый рефлекс ориентировочно. Лечащий навык лесом. Разведка лесом. Минус урон, если факел более. Это уже на девяточку. Доктор на ясене, похоже, из БСА. Ну да, это масочка такая. Она распространенная довольно-таки. Я не заходил с случаем на стрим к Фомби сегодня. Там он не кисло через двух наемников выдавал. Я заходил к Фомби, но не сегодня. Он эту связочку с двумя наемниками, с Арбалечесой уже не в первый раз юзает. Четвертый, кажется, был саппорт. Ну, кажется, как раз оккультист был у него четвертым. Хорошая тема, конечно, хорошая. Наемник отличный урон выдает. Как танк не очень, но метку вставит. Контроля дает, если нужно оглушение с очень высокой вероятностью. И... Да. Так, по-хорошему надо еще найти где-то бабло. И стресс отправить пацанов снимать. Во-первых, я кольцо это не использую. У меня практически с самого начала. Можно взять, кстати, фамильный портрет. Для того, чтобы прокачать побыстрее. Прокачать побыстрее. Так, продаем эту ерунду. Меткость, кровотечение. Чемный доктор. Что у чемного доктора? Нет, лесом. Так, вот уже денежка появилась. Надо сейчас отправить в монастырь. Стрессующих топовых чуваков. Бобер тут. О, кот. Так, АБСП, кажется, только пьет. У нас он по-другому не... А, он только в бордель ходит, да? А, нет, только медитация. Можно прогрейдить лечебку. В монастырь, точнее. Открыть новый слот. Восстановление стресса напрашивается. И до трех свободные места. Ну, можно поменять. Сейчас, секунду. Да, кот, я услышал тебя. Че орать-то? У фонбича тоже проблемы. Отправляем его в бар. Окей, ладно. То есть, разогревочная сейчас будет миссия с потенциальной... Хотя вот антикварка. Зачем она мне? Лоу-левельная нужна. Может, взять кому-то более полезного. Типа чумного доктора, например. А еще иное количество бабла придется потратить на навыки. На эквип наверняка, что мне... Хотя 4-4. Разве что в гильдии чего-то не будет хватать. Хватает. Хватает. Вообще класс. Все готовы. Кота в офис привезли. Я увез из офиса компс в стационарный. Там ноут... На ноуте буду работать. На своем стареньком. Как раз, чтобы иметь возможность вечером трансляции делать и не париться с охраной, сигнализацией, не... Не приходить домой в 11 часов вечера. Сейчас я дверь прикрою, а то кот реально... Начинает сигналить. Ну че ты орешь? Че ты орешь? Че ты орешь? Так... Значит, руины. Это будет такая разведывательная тема. Главное... Главное понять, какую команду... Она явно не оптимальная. Надо понять, какие роли мне нужны в руинах. Не знаю, что брать по этим. И так сойдет. А, нет! У меня же нет... Сейчас пошел бы. Так, руины. Кто-нибудь по руинам... Авантюрист руин. Это... Угу. Не то. Это разведочку хотел. На разведочке нет. Ладно, и так сойдет. Так, что нужно Дмитрию Михайлову? Он у нас идет как товарищ на парирование, да? Рев... Воздаяние... Урон меткость, скорее всего. Урон меткость. Да, урон скорость. А меткость, кажется, есть защитой. В принципе, можно ему... Ладно, давай еще скорость урон. Молодому фомбичу меткость... Будет метко, кстати. И можно кинжальчики со второй позиции накидывать. То есть, в общем-то, можно взять, например... Кисточку вот эту. Урон против отметки меткости крит. Против размера побольше. Оккультист, оккультист. Оккультист. Оккультист, оккультист. Так, давайте с чумного начнем. У него все просто. Оглушение и отравление. Дмитрий Мияйлов. Попечатка Михаила. Здесь, скорее всего, буква Х не срабатывает. Вот и все. Давайте лечащие навыки все-таки на тридцаточку. Вдруг поможет. И все-таки застать врасплох поставим. И минус к шансу застать врасплох. Поехали. Руины. Посмотрим, что там по бестиарию. Кто по противникам. Какие резисты. Исходя из этого нужно будет... Это же не последняя миссия в руинах. Мне руины нужно двух боссов открыть, соответственно. Да. Ну, пророк же за лавками сидит. Тебе, получается, ранжевики нужны, типа, арбы и вор... Да, да. Возможно, и так. Ну, до него еще нужно дойти. Первый файт. Пустая комната. Работаем. Некому стрессу снимать. А, вот так. Стресс и море, да? Обвинение сразу же. Попадает скотина. 14. Да, мне некем снимать. О, еще сейчас не дай... О, хорошо. Наклоняемся. Что-то у меня скорость какая-то беда. Они... Трое сходили. Так, во-первых, по этому. Ой, ваншот. 20 хитов. Прямо вот в точку. Так, здесь парирование делаем. Включаем парирование. Метка ставится. Ну и начинается. Это человек. Человек. Резистов нифига, на самом деле, у них нет. Все средненькие, так скажем. Все средненькие, это не очень. Давай притянем товарища. У него и сопротивляемости к перемещению нет. Давай так. Джус, игра слишком легкая, не знаю, что ты паришься. Легкая? Я не спорю, что она легкая. Она долгая вот во второй половине, потому что... Потому что долгая. А так-то, да, не сложная. Ладно, давай вот этого упыря лучше дотравим до конца. Почему-то постоянно, если танк колдун, не знаю, с мужским родом. Не знаю, не обращал на это внимания. Так, давай-ка меточку поставим на плотную, чтобы воровка уже с легким бонусом. Бумеранг, не, не планировал. Чемпионат мира. Вот, работает как вор. По метке бонусный урон хватило ДПСа. Тут еще рев у него есть. Очень хороший АОЕшный. Минус уклонение, минус скорость. Мне вот скорость больше всего нравится. Потому что, если этому товарищу закинуть бонусную скорость, как сейчас, там, четверочку, например, девайсами, то он первым своим ходом может сделать так, что все остальные, даже если ты не застал врасплох, твои походят в первую очередь. Ну, потому что 6 скорости, и это еще не топовая прокачка. Вдруг там будет 7 или 7 будет максимум. Это очень серьезный бонус. Ну и плюс еще дебаф по уклонению. Не такой, конечно, классный, как у нашего друга... нашего друга Шута. Но все равно неплохо. Выключай факелы, будет больше вещей. Я в курсе, как это работает. Зачем гей во второй раз глушил? Добиваем. Так, ну пока понятно. То есть, трясовик нужно хорошее в руины. Если тут реально будут вот такие вот упыри, то со стрессом придется что-то делать. Ну, БСП опять же. Моя задача исследовать... Опа, это же бафчик. Чувак, это бафчик. Не помню какой. Кажется, снимает стресс. Давайте попробуем алтарь света. Вода нужна? Нужно усиление баф. Урон до привала. Отлично. ДПСер удали урон. Прям не появляется. Как? Не появляется прям. Первая жалоба. Ну что такое? Как он может не появляться? Появляется. Появляется. У меня работает он. Попробуй в бета-профиле сменить там настройки. Я не знаю. Или... Не знаю, если честно. Может, страничку просто обновить с Ctrl V5. Так, давайте попробую сделать как раз вот этот рев. А, он еще и урон наносит. Не норм. Ослабление повесили. Давай лучше этого. Это стресс. Если... А, у них же скорость поменьше. И он все равно первым ходит. Как-то нечестно это. Я хотел его вытащить просто. А у этого защита, да? Защита. Будем травить. Ядом. Кровотечению резисты есть. Ну, потому что это андеды. У тебя метки вообще никакой. Есть метка. Вторая. И вот эта метка есть. Может быть, вторую, кстати, метку лучше поставить. Потому что уклонение не так важно, как, например, сокращение урона. Урон влетает хороший. Так. Продолжаем гасить. Ипредсивно. И вроде как по метке нужно стрелять. Ну, что так. Ну, боюсь, что... А, ну, отлично. Я тогда вот этого оглушу. Дебаф работает на скорость... А, только на следующий раунд. Ясненько, ясненько. А, другой дебаф аплетистный метка. Понял. Так, ладно, этот уже умер. Добьем арбалетчиком. Во. И все. Пока изи. Ну, пока изи, потому что... Потому что, видимо, девайс хорошие, герои неплохие. И противники пока... Тоже не очень. Сколько там стак от стерона? Оп. Так. Уже не помещается. Две комнаты можно проверить, но, в принципе... Можно их эскипнуть. Не обязательно эти две. Опачки. Здесь же мы можем закрепить навык, да? Или избавиться от какого-то... Вот у этой много негативных. Дальнобойная скорость. Не уверен я, что... Да. Меняют и... Живучесть. Появилось. Сопротивление болезни. Ладно, не то. Привет, чай с лимоном. Ха-ха, чай с лимоном. Чай с лимоном. Кто не любит чай с лимоном? Так, тут травы нужны. Кажется... Да. Просто лут. Доктор Лэй говорит, я... Хатфар говорит, я... Был риторический вопрос. Терпеть не могу. Очень-очень... Хорошо, мы теперь будем знать. Тут, кажется, факелы как-то очень быстро гасятся. Или мне показалось... Не, быстрее, чем обычно. Тут очень быстро гасятся факелы. В два раза больше факелов, видимо, нужно. Ну, на проходку два... Два отделения нужно. Так. У кого нет качеств? У всех уже по пять. Получается, книжная полка не будет... Не будет никакого эффекта. А, нет. Компульсивность. Негативная. Хм. Теперь из-за тебя человек будет переживать, что его многие не любят. Бед... Смотрите, ему надо вытаскивать арбалетчику, потому что у него... Он не умеет стрелять вблизи только штыком. Отход делает, маленький урон. Но успевает выстрелить. Мажет, правда. Но я все равно вытащу этого упыря. Спротивляется гад. Хотя к перемещению резиста 45 всего. Как там... Получилось вообще? Как так? А у тебя у Ешечки кинжалы надо, наверное, взять у Ешки. Убрать этот дротик отравленный. Потому что он здесь... Ну... Кому он здесь? Андейдов столько. Сюда паладин хорошо зайдет. Но второго бобра у меня нет. Урон против нечисти. Неплохо заходит. Яд мимо. А не, почему яд действует на Андейдов? Почему мимо? Это кровотечение не действует. А яд действует. Настакаем второй. Двое арбалитчиков уходят. Там меточку поставим. Чуть-чуть не хватило. Это последний его выстрел. Попадает гад. Бом-бом. Парирование включаем. Тут по метке стреляем. Да, нужен бобер. Нужно попытаться в дилижансе найти паладина. Мы его на самом деле там второго, третьего очень быстро при помощи девайса на экспу доведем до нужного уровня. к боссу, то он точно будет уже готов. Тут и товарищи, видите, какие односложные, можно сказать. Мелочок сразу по двое можно бить. Ну или по одному с бонусом. Ну и так. Хил. Арбалитчики минус. Один отравлен. Второй может, кстати, да. Какое время попадает? Это отталкивание? Угу. И оглушение еще. Ясно, ясно. Ну ничего. У меня, кстати, обычного удара у наемника нет. Что-то она ему и не нужна. Защита 40 вообще топич. 40% защиты. Представьте, там такой редюс будет по входящему урону. Ну, по стандартному. Должен умереть от яда, этот тупырь. Один хит остался. Просто урон меткой. Хотя можно было себя, нужно было себя подлечить. Не заметил, я не обратил внимания на момент. Вообще, сюда еще саппорт висталка хорошо зайдет. Потому что у нее... Ну, во-первых, арбалитчики вроде как ауешат. У нее тоже вроде урон против андитов есть удар один. Хотя, это так. Это не так важно. Она чаще лечит. Не, пока не будем. Пока отталкиваемся от того, что работает яд, чумной доктор хорошо заходит. Скорее всего, паладин хорошо зайдет, как на первую позицию. Куда я, куда я положу это все? Вот куда мне это? Разветочка пошла. Почему не пользуешься защитой воедетелям топи-джи? Там сейчас против кого было? Там один несчастный скелет оставался. Так, книги. Книги не сжечь. Фотомания. Меньший урон от стресса. Если факел более 75, вот эту штуку закрепить бы в темнейшее, прям замечательно зайдет. То есть, это навык, который... Ну, по сути, как топовый девайс на защиту от стресса. В ситуации, если факел больше. А факел... Я с факелами играю, как на бас последний. Поэтому надо запомнить фикэмпу. Не запомните записать. Это... Давайте это будет не... Вообще фомби играет за эту мадаму. Но так получилось, что это девочка, а фомби мальчик. Давайте фанкой назовем. Фанка. Фанкой записать, что... Вот так вот. Три восклицательных знака сделаем. Чтобы не забыть, что это болезнь. А, да, и поменять ей отравленные. Да, на ОЕ. Привет, лонли... Лонки-понки. В прошлый раз я тоже не с первого раза твой никнейм прочитал. Да, и факелы нужно в руины запасом. Я их сейчас взял с запасом на средние 12 факелов. Так, а тут нужен ключ. Ключ там просто сокровища лежат, кажется. Просто-напросто. Да, ну куда? По крайней мере, так, давай. Норм. Михаил, до НАТО не работает, беда. Ну как не работает? Что именно не работает? Да, вот заседали его тоже надо вытаскивать. А то на ОЕ шинга. Кинжальчики... Давай кинжальчики, потому что по двоим. Этого товарища тянем, потянем. Давай-давай-давай, поближе. Еее. У него только один выстрел, кажется, он на ближней дистанции работает. Да, спешный выстрел. Вот у него навык внизу. Подавляющий огонь как раз опасен, потому что там может урон вылететь конский. А вот спешный, он урон серьезно не наносит, еще мажет, кажется, периодически. Тебе столько... Да, понятно. Нет. То есть этот не опасен уже получается, да? А давай дебавчик. Начнем с дебавчик. У них к ослаблению нет никаких резистов. 35% это не резист к ослаблению. То есть в теории заходят всякие АОЕ дебафы, типа шута, минус меткость. У воителя, опять же, тоже хороший АОЕ дебаф. Получается так. Так, ну тут надо парирование уже включать, хватит. Этот умрет от яда в свой ход. Здесь, наверное, сделаю... Не, я отстрелю кинжалом. Лучше, наверное, глушить этого ядом. А, на Яндекс.Деньгах кошмёрт переполнен. Хватит, да, действительно переполнен. Ребята, это общая проблема, поэтому я быстро сейчас ее попробую исправить. Переведу немножко денег на счет в банке. Давайте сделаем перерыв на минуту. Думаю, мне хватит минуты. Извините, пожалуйста. Да, но донателем. За сутки больше ста. Это не очень хорошо. Нет, это не мне. Это по сайту через этот способ оплаты. Мне сегодня еще ничего не делать. Не намекаю ни на что. Просто я вам не нужен. Давай, скорей, скорей, скорей. Ты сможешь, только не спрашивай смс. Еее, все. Можно спокойно донатить. Так, отстреливаю дальнего, потому что... Потому что... Тут хил хороший. Да, и тут много АУЕ получается. То есть, висталка хорошо заходит. То есть, нужна вторая. Потому что у этого сплэш, у того сплэш. У разбойника тоже по двоим. То есть, урон, видите, как равномерно более-менее распределяется между этими всеми упырями. В смысле, классными моими бойцами. Запертый саркофаг. Запертый саркофаг. Последний ключ. Ну ты куда мне это все? Может, привал устроить? Да, там мало комнат осталось. Ах, тяжело. Тяжело. Нет. Стравим привал. Болезни есть? Кажется, не все здоровые там. Я брал... Не помню, чтобы была какая-то иконка. По болезням. Окей. Защищаем от ночных нападений. Наверняка есть у кого-то что-то, да? Надеюсь, от ночных нападений. О, тактика неплохо. Уклонение крит, уклонение крит. Буду ее придерживаться. Не хочется кровотечения. Слабенькое снимает на 4 здоровья. Остальное все по стрессу. Это такая чушь. Давай бафы дальше. Защита урон. 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 Ладно, давай снимем. С жира бешусь. То есть, кто здесь мне нужен? Чумной доктор. Бобр. Крысталочка. И... Непонятно. Кто еще? Это не обязательно. Просто кажется, они будут более полезны, чем аналогичный саппорт. Хотя, оккультист-то молодец, тоже вытаскивает людей рейнджовых. Он как бы в этом плане универсальный, на самом деле. Не буду обходить. Сражение лишь... Ну, вот это вот. Оп. Да, да. То есть, ауе... Соответственно, хил нужен... Такой же. Ослабление кидаем на всех. Пусть отвешаем. Да, чем на этот тоже хорошо заходит. Прям хорошо заходит. Он, в принципе, неплох. Скажем прямо. Понятно, только кимметку вешать. И кто дпсить будет. Воу! Еще все у него какая-то штука есть. Заточка. А, вообще сюда парирование плюс антиквар еще. Учитывая ауе, хорошо заходит. То есть, всем отвечает просто. Может реально взять соколика с антикваром. Соколика с антикваром. Может зайти, может. Может зайти неплохо. Так, давай-ка парирование. Поэтому. Не добьем, конечно. Не хватает. Немного урона. Но можем бездонной артиллерии, вот этих по двоих. Одного убили, второго довели до состояния, что он не выдержит тик по ядам. Ну и уже потихонечку мочить вот этого ядом. Да, может реально тогда оставить Микрия Михайлова с панированием, но... Что такое? Миша, привет. Привет. Спасибо, что починил донат. Но пока ты разбирался, пришлось купить ее. Без алкогольного, конечно же. Ведь еще нет 11 часов. Я думал, что 11 часов просто нет. Миша, ты любишь пиво? Надеюсь, что нет. Но уверен, что да. Итак, к чему это я? Миша, сегодня надо побеждать темнейший. Я в тебя верю. Спасибо за саппорт. Ты все точно сказал по поводу... Да. Очень-очень грамотно написал. Написал. Заходим в комнатку у этого. Тут пусто. Разведка не срабатывает, к сожалению. Так, тут баф до привала. Помните, был? 30% урона. Ну, не важно, кем из этих двоих езжать. То есть, все-таки я оставлю Дмитрия Михайлова. Возьму антикварку. Хотя, зачем антикварка мне нужна, если там АОЕ? Реально, зачем мне антикварка? Просто... Просто парируем и все. Оставляем Дмитрия Михайловна. Он нормально заходит. Видите, двойной парез, он ответит на него. Все. На Сапресс тоже ответит. Дай вот так. На парирование должен ответить. Вот, хорошо, да. Не нужна мне никакая, блин, антикварка. Не нужна. Точно. Точно не нужна. Зачем метку на первую позицию ставить, в принципе? Давай тиком добьем. Будет десяточка урона. Ну и здесь добиваем этого упыря. Уже неплохая команда. Она... Тоже себя неплохо показывает. То есть я оставлю как минимум двоих из четверых. Пустая комната, разведочка. Там еще внизу одна комната. Пустая припустая. Надеюсь, мне не придется в эти возвращаться. И хватит... Хватит одной исследованной комнаты. Михаил, если многое, стоит брать воителя разбойника и вдвоем отвечать на эти атаки. Да-да-да, это понятно. Просто два человека на одну и ту же роль, это как-то... Сомнительно. Ну, потому что тебе вроде как и саппорта нужно добавить. Человека, который там сможет контролировать, оглушать. Сходили в разогревочный поход. Показал, что в руины это не страшно. Получили... О, уже пятый левел. Четвертый, третий, сова. Скорость факелменни, равномесие перемещений, кровотечение ночной. Скорость, если... Ну, я, наверное, уберу картежника. Уберу картежника. Значит, в фанке закрепить полезный навык в больничке. Фомби вернулся, БСП вернулся. Бобр и Фраер вернулись. Брюс, там, светочувствительность. И быстрые рефлексы. Тут слабая хватка обреченности. Женька все еще отсутствует. Тут 4-4-5, окей. Так, руины. Кстати, скоро уже босс в руинах. Даже одной средней миссии подобного рода хватит. Я оставляю. Убираю фанку, к сожалению. Потому что ей нужно в больничку сходить. Надо в дилижант сейчас зайти. Кто у меня тут есть? Есть разбойник на парировании. Есть Брюс. Брюс, который закрепил быстрые рефлексы. Но у него еще литер... О, у него две болезни. Ну, чумной, кстати, может болезнь снять на привале как раз. Да и воровка может снять. Мы можем Брюса вообще вылечить полностью. Заманчиво. Если так, сделаем. Метка есть. Ахил где? Хила нет. Надо искать и сталку третьего. Тут только шут. Не, ну можно попробовать без хила, конечно. Но это аркаденько так. Я, пожалуй, возьму. Все-таки фанку буду... Не, фанку нужно снимать и этот... Снимать болезнь. Если мы воители на первую. Воители на первую. Фанку на вторую. Да какая разница? Не, почему? Убираем Дмитрия... Нет, Дмитрия Михайлов с парированием. А Брюс-то мне зачем здесь? Только снять эти... Что у Брюса, в принципе? Метка, хороший урон по одной цели. Не нужно, не нужно до босса. Ну, опыт ему, конечно, нужно подтянуть до пятого к боссу, по крайней мере. А можно одного перса называть твариной, а дать его бежаловаться на растрелизание крови? За что ты не любишь тварину? Тварина хороший. Скилловый. Местами игрок. Давайте отталкиваться от того, что мне нужна пати хорошее, к следующему. Без саппорта я не могу по такой логике идти. Ладно, допустим... Ты какие болезни вообще лечишь? А, ты все лечишь? Так может, мне и не нужна фанка на этот поход? Если мы одну болезнь снимаем. А давайте фаночку сдадим укреплять навыки. Минус урон от стресса. Если факел боли... Урон на дальнобойный. Скорость на первом. Урон дальнобойный. Важнее. Хорошо. То есть берем все-таки саппы сюда. Оставляем парирование. Брюса прокачиваем, лечим. А ты себя вылечишь? Нет, себя ты не вылечишь. Ладно, кровотечение не страшно. Может, не надо доктора? Болезнь надо вылечить. Две болезни надо вылечить у Игоря Андреевича. Скорость и меткость с уроном. Это, ну, короче, не стоит. А он на боссов как раз Игоря Андреевича может понадобится. Может, он дпсер хороший. Метку ставит. Сам по метке бьет очень хорошо. Нужны ли мне деньги под эту команду? Нет, не нужны. Так, что я помню? Я помню кровотечение больше, чем остального. Еды особо. Давай восемь возьмем. Пакелов с запасом. Лопаты вообще не нужны. Довольно много ключей. Как-то так, да? Только у меня, кажется, нет девайсов под Игоря Андреевича. А, и под этого нет, оккультиста. Тогда проще, наверное, снять украшения. И накидать. Можно на получаемую экспу. Я, наверное, Дмитрию Михайлову дам. Может, он самого низкого левела здесь. Из полезных. И скорость урона клонения давай. Игорь Андреевич у нас на дамаг. Или навыки, возможно. Ты у нас с дефолтными вещами, чтобы гарантированно вешать кровотечение и делать оглушение. Ты пойдешь застать врасплох. И, наверное, хилочку. Хилочку. Поехали. Там завалы, говорят, будет. Лопаты бери. Хорошо. А как такая тьма справится со стрессом? Нам маленькая и средняя пойдет, на большую провалят? Да никак. Нужен бобр. Нужен шут. Зря я, кстати, БСП не взял. А, не-не-не. У меня же БСП один вообще молоденький. Второго левела. Другой уже пятого или шестого. Поэтому БСП на босса уже один есть. В этом нет проблемы. Блин, алхимический. Он его тратит сразу. Приходится травы. Ага. Ой. Что это за скиллы-то, Вась? А как по оглушению тебе? Нормально, да? Да, только... Надо со второй позиции это делать. Окей, ставим... А это даже не метка, да? Да, это просто дебаф. Ах, как все плохо по скиллам-то у этого. Нового оккультистам. Он... Поплатится за это. Скорость максить надо. Так, этот сходил. А может, ты убьешь, кстати. Хороший урон у Игоря Андреевич. Делаем парирование. Можно... Да, нужным. Да, нужным. Потравить. И надо его как-то сейчас... Нет, он первый ходит, гад. Это стресс. Это самое сейчас страшное, что... Что может быть. Так, на этого вешаем минус урон. Свет Мишка, он же мне говорит, что это мясо. Да, да. А, давай-ка сделаем дебафчики тогда. Этот уже умер. Остается только товарищ спереди. Какой урон-то хороший у наемников. Надо обязательно Игоря Андреевича тоже чем-нибудь хорошему научить. Я укреплял ему быстрые рефлексы. Надо дождаться качеств нормальных. У него. Хороший ДПС. Очень хороший ДПС. Задействовать все скорненные алтари. Ой. Я не поменял еще. Такой он убас. Ну, как так можно вообще? Я аккультистом тороплюсь. Деточку. В смысле, это парирование. Поехали. Попробуем выцепить дальнего. Крюком вроде того, перемещение работает. Поменяй же скиллы. Да, да, да. Но нет. Уже никак. Бой же идет. Вы что, понимаете? Бой идет. У тебя, товарищи, видите, точечные гали. Точечные парирования не сработало нормально. Увы. Давай пока дыбавчик на медкость. Не по темы не бьют. Нужна Висталка. Нужно уехал. Прямо нужен. Так, умрет или не умрет. Ни по кому метки нет. Откуда у тебя метка? Самому только вешаться. Ну, вытащи этого ухаря. По крайней мере, на четверку мы его подэмиджили. Значит, он умрет от ядовости. Ну, в следующий ход. Отталкивает. Нет? Нет. Спротивляемся огнушению, отталкиванию. Лечим. Хорошо. Оккультист, как саппорт, мне нравится только, в отличие от как раз Нифанды, тем, что... Да. Ну, тем, что у него метка есть. Не помню, кто играл в прямом ходу. Так, второй арбалетчик от яда тоже минуснулся. Обязательно надо чемного оставлять. Вон топич. У него еще вероятность того, что скиллов, что отравление, что глушение, благодаря предметам. Конская. Там 40% плюс, 40% плюс. Да, давай там. Мне нужно два человека. Крестоносец этот и... И хилер альтернативный, под руины. Так, а что здесь-то? Давай факелы, наверное. Нет, давай лучше вот так. Открываем. Да, я помню, скиллы поменять. Так, фигня. Да. А, метка не выучена. Ну, лучше демоническую тягу, наверное, взять. Пошел оккультистом без метки. Делай парирование, использую щиту воителя. Да. Так и надо играть. Фигня. Надо, наверное, на право сначала. Опа. Опять андета. Тут прям точно бобер. Бобер бы зашел отлично. Так, либо... Наверное, АОЕ все-таки надо играть. А, я забыл, что мне там хил нужен еще. Ладно, сейчас что-нибудь... Разберемся как-то с хилом. Надо только двух дальних. Скорее всего... Надо глушить или... И так и так сработает. С вероятностью близко к 100. Давай оглушим. Ладно, ты метку поставь в разок. Чтобы хоть... По метке урон 90% был. Ну и защиту с него снимаем. В конце концов. Так, а как насчет... Как насчет... Надо выбирать между шутом и этим... И псорем. И защиту поставим. Как раз уж так его часто бьют. В плане снятия стресса. Псарь вроде хорош как раз с воителем. С Брюсом хорошо будет сочетаться метка и колоссальный урон. Вообще можно трех топовых товарищей взять, у которых больше всего урон по метке. Это арбалетчица, наемник и псарь. Кажется, они топовые. И все. Там конский урон будет вылетать. По 50 крит и прям пыщ-пыщ. Так, ну здесь надо травить уже у пырей. И, к сожалению, придется потратить ход еще сапа на... Ну, пророк же за лавкой психи все, получается, нержавики нужны. Типа арбы и воровки. Да я не под босса. Ну, хотя, наверное, надо под босса уже. Он же вот уже следующим будет. Там, на самом деле, есть 5-6 левела. И воровка есть. И Бэска есть. Просто я хочу каких-нибудь пару новых классов. Но, скорее всего, это вот будет воитель-наемник. То есть я особо других-то вариантов не вижу. Которых можно вписать нормальным, полезным образом в текущую пасть. Ну, что за хил? Ну, оккультист точно нет. Чумной и так есть. Давай крюком все. Добить его. Учись. Это крюк такие штуки делает. Дает баф на защиту уклонения. Стоп. Я что-то не прочитал описание скилла. Нет, просто притянуть. А что за баф был? А, господи, туплю. Там же оглушение было на нем. Видимо, оглушение не было. Так, ладно. Разведки нет. Мне это кажется... Просто баф какой-то. Усиление. Клонение защиты до привала. Все очень битые. А, щит у воителя. Бонял. Все, все, ребят. Все, сори. Ну, что за хил-то? На 3, на 4, на 3. В который раз уже? Вот эта хрень нездоровая. Аккультистовская. Причем, я ему дал этот девайс на бонус по хилу на 30%. Но уже говорил об этом. Если у тебя рандом от 0 до 16, то как бы девайс на 30% бонуса, он в случае попадания рандома в первую часть, он особо бонуса-то и не дает. Да, Беска лучше лечит местами. Она же еще баф дает. Живем. Здесь только криты давать. Или он ни о чем. Не, ну он такой, компромиссный. Он вроде может и урон дать хорошую на две последние клетки. Особенно против мистиков. Он вроде и метку может поставить, защиту и уклонение снять, увеличить потенциальный бонус по цели. Ну и хил у него, соответственно, какой-никакой есть. Иногда вот такой вот ноль. Понимаете? Вот иногда вот он такой. Жалко, что в последнее время слишком часто он такой. Никакой. Да ладно, реально вы его за... Молодец. Вот, а если бы была висталочка, она бы его точечно поработала. Причем стабильно, там десятка, 14 в зависимости от левела. Вот прям стабильно. По всем тоже стабильно, с двумя девайсами семерочку выдает, 14 при крите. То есть, а когда речь идет о саппорте, о человеке, который вроде как должен в сложные времена выручать. И он тут тебе как бы ноль дает или какой-то минорный хилл. Еще, не дай бог, кровотечение нависит. Это... Это нехорошо. Нехорошо. Так, я сейчас попробую... Попробую... Дмитрия Михайловна, например. Да можно хавчиком отхиляться. Записки старого дневника. Я сам стал отмщением. Все сектанты отведают мои палец, а бандиты испугаются моего рева. Их намного больше. Что правда, то правда. Еще я истощен, почти сошел с ума. Но я буду идти вперед до последнего вздоха. И тех, кто осмелится сквернить мой великий дом, ждут невыносимые муки. Это, видимо, папашка наш пишет. А вот и они. Пора гасить факел. Я не боюсь этой тьмы. Это мой дом. И горе незваным гостям. А потом он застрелился. Пошла разведочка. Так, может здесь квестовые какие-то диковинка? Нет. Место задания. Вот оно. А, и здесь еще место задания. Здесь мне надо пройти до сюда. Ну, хорошо. Сразу. Два квестовых. Вот оно. Оп. Оскверненный алтарь. Оп. Так, святая вода. Ну куда ты? Ну, хорошо. Так, вместо чего? Да, факел юзнем. Я бы, наверное, здесь привал сделал, потому что хп не очень. Два квестовых мы уже с вами нашли. Идим, лечимся. Смотрим, что-то как. Болезни вроде у этой тьмы уже нет. Кроме этого товарища, но он... Пиявки может поставить... Да, на героя другой скилл, чтобы излечиться. А, во, литаргия. Точно, я же должен Брюсыча лечить. Пиявки ставим Брюсычу. Литаргия и бешенство сняли. Опять у нас защиты от ночных нападений нету. Класс, класс. Второй раз одно и то же. Давай бафчики тогда. А есть того Ехил какой-нибудь? Можно... Получаемое лечение. Как-то слабенько. Дай сначала уклонение. И, наверное... Застать врасплох. Но дальше экспериментарней, например, на нашего друга. Все, поехали. Не застали нас врасплох. Повезло, конечно же. Конечно же. О, кудисты есть навык на защиту от нападений. Да, но не у... Или у моего прям был. Тайный разговор. Но его не было. Снакер, привет. Снакер, привет. Снакер, привет. Что Галум не забудет дать тебе свое напутствие. И ушел на пас. Спасибо за саппорт. Да. Просмотр трансляции с самого начала. Подписывайтесь на уведомления. Подтягивайтесь к началу трансляции. Но, в принципе, у нас здесь никакого... Ни одного босса еще не было с начала стрима. И первый босс, и, соответственно, риск более серьезный, он вот будет ориентировочно после этой миссии. Должно хватить прогресса для того, чтобы появился босс. БСП, привет. Че-то ты постарел. Так, тут диковинка. Ну, просто я на стриме прочитал вопрос. Товарищи. У воителя есть масс баф на урон лагерным. Баф на урон у воителя. Люблю бафы на урон. Ё-моё! Еще шанс к криту. Очень хорошо. Десяточка всем. Учитывая то, что ближайший баф это двадцаточка у оккультиста. Но он еще стресс закидывает. И все такой же игнорчик. Я без звука твою трансляцию. У нас гости были. Но я видел, что что-то там говорили про меня. Так, ну что? Артиллерию, наверное, начнем сразу же. От этих двоих можно попытаться тут же избавиться. Метко или не метко? Давай вытащим. Давай, давай, тащи, тащи. Еее. Все, этот не опасен. На двоих дальних вешаем яд. Нойз. Ну и включаем парирование. Я не буду даже добивать этого. Товарища с ружьем. Показание. Больно. Слабо. Ну и двойной паре, наверное, какой-нибудь. Извредный крючок. Нана. Ага. Нана. Аккультист, как соло саппор, так себе. Хил на ноль. Человек, который умирает. Человек, может, он будет рву лечить с каладина? Надо брать висталку, видимо, просто. И все. Иногда он лечит. Ну я его не буду брать на босса, скорее всего. Возьму ну либо возьму другого другой прокачки. Хотя нет, не буду. Не буду я брать Аккультиста. У меня и так народу не хватает. Еще Аккультиста брать. Обычного удара нет. От яда умрет. Метко поставлю. Хочу хильнуться еще перед его ходом, если дадут. Оп. Дадут. Ем. Да босса неплохо лечит. Просто минус лечения бесса заключается в том, что она тогда урон не наносит. То есть это не... У нее же по метке урон тоже близки к соточке или соточка даже. То есть просто банально жалко. Хорошо, что у нее есть лечение. Оно реально выручало во втором темнейшем. Но в обычной ситуации бесса должна стрелять по метке. Вот это стандартная вещь. Поэтому да, арбалечица, она молодец. Но брать ее на роль из-за того, что она лечит, это... Ай, негативная черта какая-то. Глист? Дмитрий Михайлов, ну что такое? А деф не юзаю, потому что хочу быстрее их убить, потому что тут не нужен деф особо. Угрозы серьезные нет от противников. Поэтому не юзаю деф. Разведки нет, поэтому я не пойду в вот печок. Да что ж такое-то? Опять? Разброс. Минус дальнобойным навыкам. Вообще пофиг. Опа! Ставить ли метку? Вообще стоит поставить метку, потому что там защита 50. И в следующий ход по крайней мере смогу... Оглушению они, кстати, не сопротивляются. Я бы одного оглушением минуснул. Этого гарантированно добьем смерти. Девушки отдыхают к телу и мозгу. Второго просто. Так, это по метке. Раз. Еще один падает. Хил. Этого не добьем никаким макаром. На парирование надо, но там не будет урона такого, чтобы добить его. Если только не крит. Андердарк, спасибо тебе. Все будет хорошо. Мы тут готовимся к следующему боссу. Готовимся, готовимся. Ну где разведка, ребята? Ну где разведочка? Я же не знаю, куда идти. Тут три направления. Стопы, а я не могу сзади оставить. Диковинка, диковинка. Вряд ли. Не. Не хочешь пройти тест на описание про поведение в конфликте, чтобы мне завтра сдавать. Нет. Удачи. Удачи. Железные бинты. Да, не лекарства. Я забыл. Судя по хилу, крабы подстроились под твои замечания. Какие крабы тут? О, давненько, кстати, не было. Упырей. Слюнявый упырь. Бум-бум. Ладно, хил. Да, вот хоть метку поставил. На метке нет. Потому что метку не изучили. Надо упыря, наверное, месить, потому что стресс важнее в данном конкретном случае. блин. Ладно, статус метку. Он, скорее всего, даже дважды походит. А, погодите. Я же могу его очень с хорошей вероятностью оглушить. Там 70% где-то. На-ка. Вот. Другое дело. Вот это пожалуйста. Пожалуйста, нападай. Раз, два. Все, теперь по меточке. Нормально. Зайдет, я думаю. На-ка, на-ка. Там 14 клонений, как не попал. Едочком, едочком его. А, для железной нужны травы все-таки. Говорит, не слушай экспертов. Понятно, понятно. Интересно, ухырь на первой позиции как себя чувствует. Он страшный, я бы не стал к нему, что-то. как делать. Да. Да. Давай попробуем лучше сделать дебафочек. Кидает нормально, бросок черепа. Уклоняюсь, правда, возможно, из-за дебафа по меткости. Метка все еще работает. Прошу, попади. Урон пошел, хоть какой-то. Но, не топовый. От яда он, умрет. А здесь бы артиллерии добить от него паря. Все. Еще одно изнейшее сражение. уверен. Уверен. нужно артиллерии бездонной. Нужно артиллерии бездонной и накинуть еще на дальних. Хороший вопрос. Этого убьем. А давай-ка мы попробуем убиванием этого. Уже яд не хочется тратить. Не стоит жадничать. кто как начнет кубками с вами закидывать. Скоро финалочка. У нас еще три босса осталось и два темнейших. То есть третий темнейший и финальный. То есть по сути пять серьезных миссий. Но для того чтобы открыть тех же самых боссов вот сейчас мы одного откроем внизу в короче нужно будет наверное еще в миссии четыре таких проходных рушаем. Кстати чумной хорошо с разбойником там же оглушение ауешное и он реально может выбирать цель которая оглушена ну и наносить там 40% бонусного урона. Короче разбойник плюс оккультист должны заходить на пункт. разбойник оккультист разбойник оккультист это оглушение работает работает недолгом так скидываем все готово сейчас посмотрим там брус третьего левела насколько продвинется брус почти до пятого илья дмитрий михайлов выдавал судя письмо дмитрию михайлов он 9 последний вздох скорость заповедник до разбойника чумной не оккультист да-да-да чумной чумной опа вся в следующем задании вся партия получает 33 пачков решимости в руины и получает урон ааа прям на босса прям на босса пацаны там босс же босс в руинах убить великого некроманта некромант устраивает омерзительные ритуалы в руинах дома ваших предков нужно остановить его ааа изейше изейше главное накидать правильную тьму блин можно же брать из топовых пацанов так некромант я бы взял бобра но бобер как вы видите он не вернулся откуда-то непонятно откуда вообще куда бобер ушел все еще отсутствует он еще с прошлой недели что просветление понятно монастырь нефанда зато приходит после себя в себя после запоя ифанка готова к миссии так некромант некромант кажется это вообще такой босс вообще никакой ну к тому что он самонит что-то там стресс у него какой-то я не помню каких-то сверхопасных тем как например у пушки который ланшотает запомните михаила веселым потому что после босса он будет таким каким так допустим мы собираем идеальную команду саппорт который не подведет отличный дпср я бы взял кого-то из новых пацанов блин и новые пацаны пока не пятые не шестые не стоит их брать можно бсп взять стресс первой позиции нет он хреново здесь будет стоять тей можно взять но с меткой она не сочетается да там дпс и хватит вот от этих двоих ребята соколика можно на первой позиции отлично стоит но он меняется местами с женькой не получится перерывчик минутки три прошу прощения перед боссом как обычно разные эмоции мне переполняют поэтому надо подготовиться хорошенько давайте за чайком печеньками все что может быть что это не знаю что они шамп Продолжение следует... 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 Непонятно, что ему зашло. Факелов мне не хватит, кстати, на поход. Миш, если на первой позиции лежит труп останки, а на второй почти мертвый. Противник получит без клачного персонажа и шанс к ретану по останкам, а не по ним. Ясно. Логично. Знаток бухты был. Окей. Как-то мы проскакиваем комнату уже. Дай-то бог, чтобы и так дальше. Накаркал. Накаркано. Факел не зажег. Кубком в лицо получил. Точнее, тем, что в кубке было. Я рассчитываю на бобра. На сплэш. Да что ж такое? Что ж вы критуете-то, а? Вот что они критуют? Минус один. Два. Крит по останкам, говорят, не дает мораль. Понятно. Бобер практически ваншотнул двоих. Нет, давай им повоим. Найс. Сейчас критану по останкам. Нет, сейчас делал сплэш для того, чтобы по возможности, да, чтобы пододвинуть этого арбалитчика. Но не тут-то было. Я его скорее застреляю и закусаю псом, чем проберусь через трупы к нему бобром. Топич вообще. Когда вот так он снимает, это прям очень радует. Что, все ближе и ближе? Уже удар штыком тоже в ход пошел. Бедолага, он такой беззащитный. Я подлечусь. Ой-ой-ой, сейчас подкреп уже будет. Это уже третий ход получается. Опасно, ребята. Нет, пронесло. Мимо. Попал. Надо. У бобра связочка работает. Против нежити крит. И еще с обилки 35 урон против нежити. Так, скидываю. Там один камешек или золотой слиток. Меняю на бабло. Бабла уже насобирала. Было бы еще за бешеные деньги какое-нибудь увеличение инвентаря. Цены б не было. Три факела осталось. А, лопата. Лопата вместо... Лучше вместо... Костя, ладно. Ну вдруг реально мне тут... Сейчас стенку надо будет разбирать. А я без лопаты. Ой. Народу прилично врасполок не застали. Андейдов не так много. Маняющий кубок сразу стресс дает. 14 еще второй упырь со стрессом. Окей. Кровотечение? Нет. Просто... Хотя нет. Давай лучше так сделаем. Потому что по двоим кровотечения. Еще у Ешечка. Никто не отменял эти 2-3-4 урона. Сопротивляйся. Боится. Ну, Женька лечит. Все у нее хорошо. Тут, скорее всего, так. Привал, если что дается, то факел может пригодиться. Кстати, да. Можно сделать привал в своевременную такой. Давайте я лучше точечно по этому скелету, чтобы прям с бонусом по андеру. Этот же человек мистика? Нет, просто человек. Первый уходит Гарри. Блин, по Женьке у нее там со стрессом опять беда. Макел еще тушит. Хорошо хоть не крикует. Вот, честное слово. Оооо, два крита. Давай стресс снимаем. Еще 15 где-то снимет. Стрессом. Давай добьем этого. Дальше собакой по воем. Три человека. Три человека, я показал. Под стрессом. Под стрессом. Когда в Warcraft 3. И, кстати, привет. Привет, Фавор. Скорее всего, в Warcraft 3 будет вот в начале следующей недели. Потому что... Нет, скорее всего, после Darkest Dungeon. В 15-й части. Ну, тоже, скорее всего, в начале следующей недели. В Darkest Dungeon 15-й часть будет последняя. Ну, если меня в темнейшем в последнем не унизят. Что весьма вероятно. После этого будет фафашечка. Может быть, серия. Тем более, нам тесты нужно еще по-хорошему попроводить. Я увлекся. И, кажется, сейчас может быть подкрепом. Ну, там вроде тоже рандом после второго хода. Долобей. Долобей. Деньги не помещаются, тоже. В святую воду выкидываем. Можно попробовать сделать привал. Только для того, чтобы слот освободить. Ладно, давай еще одну комнату. С той стороны привал делать, когда у тебя все фуловые. Это как-то... Слишком расточительно. А, вот она, лопата пригодилась. И слот освободился. Найс. Две комнаты справа. Опа. Опасно. Это опасно. Тут все живые. Пошло кровотечение на всех. Я буду настакивать прям по всем кровотечениям. И, скорее всего, тоже буду делать минус крит и минус точность. Для того, чтобы вот время выиграть и минимум при этом урона получить. А, тут еще урона от стресса бонусный дается. Вот почему. Почему такая проблема у вас со стрессом? Почему не выстоим? Бобер хорош. Просто хорош. Опять. Ой, боски, держись. Все? Все. Барануя. Барануя. Тоже умрет. Давай-ка лучше я по этому ударю. Упырюм. Это так, гуф. Сейчас привал. Будем пытаться гасануть стресс. А максимум му-му-му. С оглушением. Да. Уж. Отказываемся, да? А ну-ка, жри. Отказывается она. Совсем кошак обнаглел. Блин. И нас застали врасплох. Бесса не на своей позиции, к сожалению. Но тут, по крайней мере, чуваков со стрессом маловато. Сразу вырубаем единственного, кто... Кто... Да. Я, пожалуй, пошел сюда. Я не знаю, что мне делать бобром. Я могу, конечно, бэску в ноль унести. Не надо по-хорошему это сделать. Но сделал я это, наверное, после привала. Нет. Какое после привала? Что ты несешь? Так, давай минусу одного. Минусу одного. Двоих оставляем. И начинаем... Лечиться и снимать стресс. И не с нами меняемся, загадя. Хилочек пошло. Да, потому что, скорее всего, мне нужно будет еще в этой... На этой... В этой зоне выполнить еще одну миссию. Может быть, не такую длительную. До того, как босс появится. Поэтому... Поэтому... Поэтому хорошо бы эту команду... Сохранить. Ну, давайте. Снимаем стресс у бесса. У всех снимаем стресс. Здесь все-таки добью. Мечемся, да. Где хардкор, что за изи катки? Где хардкор, где челлендж? Да все нормально. Будет, я думаю, на боссе. Ну и в темнейших, конечно, буду челлендж. Пас... Второе темнейшее было прям ух. Самое главное, до бесса не доходит. Фрайер со своим стрессом. Не доходит. Надо бобра привлекать. И желательно, чтобы он критовал еще. Можно, кстати, в бессе снять девайсы на плюс к стрессу. Урон от стресса. Ну, временно, имеется в виду. Чтобы в случае попадания ее там сильно не опустили. А, не могу это во время битвы делать. Точно. Грей Паркер активировал прям. Все. Так вот я в темнейшем и выживал. Только так и выживал. Не сработало. Ладно, я тогда сейчас... Еще пару ходов. Бобром. Потом привал. Все вкину в бэску. Может, кстати, и хватит. На самом деле хватит. Я думаю, это мы в состоянии снять собакотерапию и прочим. Тем более, видите, местами поменяли. Это сигнал, что... Что надо уже эту битву завершать. Да и подошли под бобра. Ну что же вы не попадаете-то, ну? Привет, Тип Селич. Привет, Тип Селич. Не крит. Не критует никто. Ну куда ты, что ты? А, ну молодец. Еще бы кританова, было бы замечательно. Добили предпоследнего. Его последний удар, собственно. Это вы скелетно-несчастным. Изейшее. Так, что можно выкинуть? Давайте целебные травы, пожалуй. Нет, вот лучше этот девайс. Делаем привал. Перед тем, как открывать шкатулку. Вспождаем сразу два слота. И мне нужны точечные штуки на стресс. Снятие стресса. Ну, можно ободрением, но это как-то слабенько. Неужели нет прям один? Один. Нет. Данда, обобрение делать. Защита от ночных. Ободрение раз. Наверное, я все-таки вдохновляющее сделаю. Снижение, снижение и минус урон от стресса. Вот. И в следующей битве начну с того, что Беску... Да как? Что? 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 Подцапались мы. Под конец. Так, здесь одна комната. Потом возвращаемся назад. И три комнаты. Господи, нет. Еще одна стена. Лопаты нет. 90 процентов. Я думаю, мне хватит. Две комнаты можно оставить. Я надеюсь, что можно оставить две комнаты. Возвращайся, тебе хватит трех комнаток. Да, я так подумал. Просто если нет, то... Мне придется... Еще... Обратно... Ой, ловушка. Беска не может обезоружить. Я хотел... Я ей обезоружить, чтобы стресс снять. Но... Не умеет она. Не умеет. И скоро факел потушится. Это значит, что рядовой стресс будет. Так, и надо поменять местами, чтобы... Да, вот так. Вот. Они начинают сургаться. Не толкайся. Ты смерти моей хочешь. Главное, чтобы здесь не было этих. Карта. О! Диковинка, файт и комната. Да, стенок нет. Это самое главное. Мне лучше снять паранойю у Бескин. Перед следующим. Ну, там будет одно сражение, но оно будет уже в условиях серьезного стресса. Может быть, даже имеет смысл на следующее задание это все дело перенести. Снятие стресса имеется в виду. Что факел уже того. Бой. Ой-ой-ой. Видите, все. Стемнело. Факелы почти затухли. Последние комнаты. Уже кто-то паникует. Там типа туда-сюда. И тут бах. И два паучка появляются. Ну, глядейши. Это несерьезно, ребят. Просто несерьезно. Два паучка. Ну что они могут? Два паучка. Так, восьмерочку сняли. Плеско сразу АОЕ. Бобер сразу отказывается, блин. Вот, блин. Ладно, давай, сначала одного. Я вас дали. Второго не будем трогать. Доживем до следующего хода. Тут расчет на крит, но крит не срабатывает у Женьки. Паутина. Паутина. Пыщ, два. Нетка. Сопротивляемся, сопротивляемся. Почему-то там еще. Е-е-е, восьмерочка сбрызгай. Так, лечи. Нужно тринадцать снят. Тринадцать я не сниму одним. Только если с крита бобром. Крит, надо бежать. Е-е. Двоечка. Помидж, давай. Попади по ней. Сейчас придет подкрепок к пауку. Не-не-не-не-не, только не стреляй. Хорошо, стресс на других. Это норма. Крит хилл не потому. Е-е-е, все. Бесса не страдает больше паранойи. Но я затянул и стресс другой прошел. Потому что я затянул сражение с пауками на четыре хода, видимо. Паук последний удар наносит. Травит. Неплохо травит, кстати. Ну, лечим. И добиваем. На. Так, я выкину... Выкидываю последние... Последние девайсы. Книжная полка. Неприятные тексты стресса. Пофиг. И последняя комната ориентировочно. Надеюсь, что последняя. Е-е-е. Топич. Топич. Получили древние девайсы кровотечения болезни. Получили... Урон против нечисти у бобра вообще. Какой он может быть? Таким он может быть психом. Столько урона против нежити. Безошибочность чушь. А вот у фраера промах припопадать. А, ну мне же не нужны вообще. Красная чума у бессы только что была. Вот это косяк. Чемной доктор. Все незанятые герои получают одну очку решимости. Это ерунда. Там красная чума это жесть. По... Минус ковид кровотечения, минус здоровье. Но до босса прогресс 20. Можно сейчас взять какую-нибудь быструю среднюю миссию. Для того, чтобы потенциальных пацанов качнуть. Брюса в частности. Дмитрия Михайлова. Фомбича, кажется. Мне фомбич не пойдет. А, нет. Фанку. 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 Какой фомбич? Фомбич лесом идет. Фанка вперед. Так. Нужен хил. Но хила нет. Стресс снимать некому. Или не париться. Пройти той же тимой. Девайсы есть. Да, давай. Средних точно хватит. Как раз 20 средней есть, видимо. Легкая это десяточка. Потому что мне сейчас 40 дали за длинную. Окей. Тогда закидываем снова. Нифанду. Меткость крит. Ладно. О-о-о-о-о. Не, погодите. Это нехорошо. Их лучше вылечить до босса. Бессу лечим от красной чумы. Женьку лечим. Крит хилл нужен. Фраера лечим. Много болезней. Боберта. Ладно. Боберта справится. Бобра можно... А, только три. Три можно закрепить. Так, если я иду... Надо бобра брать на эту миссию. Эй, только не вылетай. Что-то пропало все. У нас тоже черный экран и курсор, да? А, у вас курсор... А, нет, курсор есть. Что-то где-то... Это стресс, говорят? Может факел включить? А как мне выйти, чтобы сохранение было? Ой. Я не хочу альта в 4 нажимать. Это выбор героев. Собственно... От этого бага сейва слетает. Понятно. Понятно. Хорошая шутка. Будем надеяться, что она не имеет отношения к реальности. Выйдя в меню, главное. Я попробовал эскейп несколько раз, но эскейп даже никакого эффекта не... И попробовал несколько раз тыкнуть в главное меню, выйти. Где-то пункт находится вот здесь. Ну, бас. БСП. Это вот здесь вот я тыкал. О, ну бас. Итак, лечение, да, есть. Бобер... Бобер молодец. Бобер на первой позиции работает. Ой, кого же мне взять-то? Можно под героя кого-то взять. А под героя... А там герой и рейнджевик. Вообще, тейка нужна. Не, наоборот, как раз не стоит брать тех героев, которые пойдут потом на босса. И в этом плане мне больше нравится идея с миссией... Быстрый-средний, но... Боюсь, что прогресса не хватит. Уж лучше взять... Абсолютно ненужных товарищей. Типа... Соколика Гитмана. Абвера на саппорт. Я давай Боневуру возьмем. Боневуру возьмем. Так, так, так. Ой, и БСП еще. Кто хилять будет? Тебе не нужен хил. Забей. Мне не нужен хил. Да, мне не нужен хил. БСП накидываем скорость урон. Скорость. Скорость урон. Здесь тоже все-таки скорость... Да ладно, мне второй такой штуки что-то нет. Можно минус урон от стресса. Давай рукопашные навыки. Давай уклонение. Тебе застать врасплох плюс разведка. Бонич. Бонич, Бонич. Меткость тебе. Да, идти без хила это так себе, конечно, идея. Изейший. Поехали. Точно? Может у оставшейся команды стресс снять? Вот бобра можно попробовать отправить в лечебницу. Не, не в лечебнице. Нет, в трактире он может. Ой, в монастыре он тоже может. Не, оставлю бобра. Пусть отдыхает. А, и надо было в дилижансе посмотреть. Может кто есть из... Понятно, все нулевые. Антиквар хилит. Да, антиквар так хилит вообще. 3-3 у него хил. Топовый хил. Защита от ночных нападений есть. Какие-то там тоже бафы, дебафы есть. Поехали. Нужна очень разведка на эту миссию. Я хапчик побольше затарю. Поехали. Пройдем руины. Будет босс. Босс найдем, убьем. И перейдем к последней локации вниз. Ё-моё, да ладно. И сразу у меня по карте тут две приблизительно одинаковые половины. И не совсем ясно, с чего, блин, начинать. В какую сторону идти. Так, тут святая вода, кажется, нужна. Ну куда ты лезешь? Гитман подпортил, подпортил. Ладно, пойдем направо. Антикварочки собираем, но место под лут. А, вот крестовая штука. Оп! Сразу слот освободили. Изейшая. Уклонение темнейшее. Застали врасплох. И раз. И два. И три. Так, у тебя же есть ауешечка? И четыре. У-а-а-а! Давай, нападай. Ай! Ну вот, соколик, ты все испортил. У тебя же... У тебя же там все же, а ты же... Мог нормально все сделать. Мог, мог. Давай. Хорош. Это я понимаю. Надо алмазы собирать. Нафиг портреты. Только деньги, ребята. Только деньги. Пофиг на бинты. Только деньги. Сам купил бинты, сам их тут же выкинул. Соколик, привет, пишет. Sorry. Соколик. Надеюсь, у тебя все хорошо, соколик. Так, еще место задания, смотрите. Три штучки подряд. Генрих, Генрих, Генрих. Вот хорошо, сразу вспоминаешь человека, и сразу настроение улучшается. Это такой прям четкий показатель того, что человек хороший. Пили стрим нубас. Ой, в смысле, не нубас, соколик. Давай. Дай, понятно, что это нереально. Что тебе? У тебя дом, у тебя жена, у тебя работа. Все понятно. Кем-то я не тем открываю. Надо будет варик сыграть с тобой. Ой. Ой-ой-ой. Я видел, ты там что-то контролишь. Это не... Это неправильно. Ой, третий предмет квестовый. Изейшие. Все, закончили. Я угадал. Ну, не угадал, это скилуха просто. Просто скилуха. И сейчас босс открыться должен. Понятно, что я там понаставлял лута. Опа, в руинах урон опять. Да ладно, мне перед боссом дали еще бонус опять в руинах. Босс же есть. Босс есть в руинах. Да. Убить бормочущего пророка. Яростный безумец, вестник рока и конца света. Какой бы ни было цель этого пророка, его проповеди несут зло. И нужно от него избавиться. Дадут за него меткость на позиции 4. Скорость и минус урон от стресса. Неплохо. Я выкидываю всех текущих товарищей. Хотя, соколик, ты отыграл на все 100%. Он находится на 4 позиции. Поэтому беру Тей в качестве танка раз. Беру, естественно, Беску в качестве ДПСера. Беру Фраера в качестве ДПСера плюс метки. Слушайте, а может я тогда вообще без теки сыграю? Взять какого-нибудь Фомби, например. Ну, у Фомби не такой урон по метке. Если брать, то надо бы, например, вторую Бесс убрать. Но вторая Бесса снайперским работает может только отсюда. Ну, нормально, чего метку мы с любого места. И собаку тоже пускаем с любого места. Давай 2 Бесски. Псарь. Сейчас хочется еще Брюса взять с третьей меткой. Но Брюс не будет докидывать. У него урон против метки на первой локации. Можно было бы второго Пса... А, бросок гончий не работает. Ладно, Тейку возьмем. Тейку как раз хорошо постоит, контроля даст. Я понимаю, что хила как такового нет. Понимаю, что герои не топовые. Что за болезнь? Понос. Ой! Минус уклонение, Макс очки. Не, не, нормально. Главное, что дамаг есть. Пошла аркада. Так. 5-5. Да, Бесски нужно прогрейдить. Раз-два. Надо ей же сюда же. Снайп-шот в первую очередь. Хил. Чувствую, пахнет аркадой. Помнишь, что в последний раз было стей, что там такое? Не, я не помню. Это стей было? Косяк. Давайте тогда, пока у нас есть еще возможность, попробуем кого-то под темнейшее. Ну, соколик вообще готов. Меткость, защита и против мистиков. Он прям готов, надо его переименовать соколу. Один восклицательный знак, и значит, что все, человек готов. У фомби посмотрим, могильные воровочки. Животное. Урон в чаще. Можно урон от стресса снять, нужно. И, наверное, единичку крита не хочется. Я не помню, есть ли животное у нас в... Животное в темнейшем. Кажется, там мистики. Хотя там всякие есть образования, может и животные. Наверное, это животное есть там. Да, тоже хватает, говорят, да. Главное урон от стресса еще снять. 12 половинок снарей, как с куста. Женьке еще можно было бы что-то... Закрепить снятие стресса, например. Плюс 10 получаемое снятие стресса. Единичку крита снять, но это так себе тема. Так себе тема. Одержимость демонами. Максочки здоровья? Да нет, Максочки здоровья как раз... Ну, можно следующим закрепить. Так, закрываем. Что, готовы, друзья? Вы готовы? Урон, 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 урон. Везде урон с этого хила нет. Можно в домике лесника пройтись по лагерным навыкам. Урон, хил. Здесь хорошо все. Вот у новой бесса может быть какие-то... Да, хорошее лечение есть и у той, и у другой бесски. И у той, и у другой бесски есть еще новая тетива, так что прям топчик. Так, что можно продать вообще? Вообще, что можно продать-то? Господи, нечего продавать. Только воителю. Ну, шанс оглушения топовый. И рукопашни тоже. Вот эту штуку можно продать. Вот эту штуку можно продать. Вот эту штуку можно продать. Здесь косарей уже есть. Все, я готов. Так. Поехали. Много-много еды для лечения. Всю еду я сметаю с прилавков. Точно святой воды с запасом, чтобы снимать. Да. Четыре лопаты вдруг в стенке будут. Факелы тоже с запасом. Все с запасом. Дебафы снимает с запасом. Пару ключей. Да? Да. Нет украшений? Безобразие. Так, тебе ошейник. Плюс кровотечение. Тейка. Милешные навыки. Плюс крит. Вот это булава. Где она? Вот булава. Погоди, пока не надо. Кому там скорость нужна? Метке нужна скорость. То есть, скорость есть повыше? Троечка, кажется, была в предмете скорость. Не двоечка, а троечка. Это была, я помню. Что, не снял девайсы? Вроде снял перед этим. А, вот она. Нет, два скорости все равно. Ну ладно, берем. Так, тут чистый дамаг. Нужно меткость, там урон. Все равно вот все вот это вот. Во-первых, 25 есть урон. Плюс урон по метке. Раз. 25 урон вообще топишь. Сюда. Колечко меткость защиты, скорее всего. Слабо, 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 слабо. А он может нечисть? Некромант. Или безумный пророк. Некромант-то точно нечисть. А пророк, пророк... Ну оно все в руинах. Может быть он и нечисть. Но лучше, конечно, стабильный урон получить. Лучше вообще местной меткости вот так вот сделать. Скорость урона снятия стрессом. Человек, говорят. Мне нечисть, жалко. Некр-человек. Не повезло. А больше у меня урона нет. Закончился урон. Ну есть меткость, в общем-то. 20-ку можно поставить. Так что совсем надежно. А вот тейки. Тейки. Что можно тейки дать? Наверное, что-то... Что-то типа... Шанс застать врасплох, чтобы стабильнее добраться до босса. Или... Это у нас руины. Тогда можно... Да, нельзя. Ладно, так оставим. И так сойдет. Все нормально. Поехали. Он находится за серьезными баррикадами. Ключевое, чтобы... Ключевое, чтобы его убить, Это, чтобы все стреляли по четвертой позиции. Доставали. Тейп лебедем достает. Естественно, снайпер достает. Псарь достает. И так сойдет. Торжество. Я смотрел, как он безумив вырвал вереща, что мы все обречены. Вот он. Ну, человек, да. Главное сейчас до него добраться без проблем. Он правый верхний угол, скорее всего. Разведка пошла. Стенка хорошо. Первый файт будет только во второй комнате. Это замечательно. Просто надо до него дойти таким образом, чтобы со здоровьем не было проблем. Да, я могу во время привала неплохо вылечиться. Благодаря там перевязкам всяким. Но зачем? Лишний раз лучше не терпеть. Стоп, какой человек, пророк нечисть. В смысле? Все уже? Может, внизу? Нет. Таких боссов не бывает. Босс обычно максимально удален от... А, ты имеешь в виду про этот низ? Да, может быть, внизу. Это, конечно, возможно, вполне. Так, ну, учитывая то, что тут все, блин... Я не добью его. Может, лучше ауешечку. Ауе, ауе, ауе. Ладно, давай. Тут просто больше урона мы нанесем чисто с ауе. Причем стрелять во всем. Только я лебедем дальнего достану. Так, ну а здесь можно поэтому попробовать стрельность. Но, да, не добил. Пять хитов. Он тычет копьем. Попадает. Сопротивляемся. Молодцы. Лезвие топора. Ахила нет. Ну, хапчиком будем. Ну, на самом деле, хил есть же. Перегаз. Ба-ай-яй-яй-яй. К такому у меня жизнь не готовила. Слушайте, а это вообще тяжело. Сейчас, погоди. Два хила запилю. Раз. Ну, это не хил, это так. Если только крит срабатывает. Блин, лучше их убивать быстрее. Они критуют еще, капец. Глушим пока. Там с каждым разом все лучше и лучше хил. То есть, 76 получаемое лечение. Наверное, надо одного забрать. Скелет попробую забрать. Блин. Так, давай сосредотачиваемся. Девять. Одиннадцать. Одиннадцать. Ненормально. Нормая. Пора по себе уже делать. Глушим. Двадцать два крит хил. Разогнал. Плюс тот пятьдесят два получаемое лечение. Такой топ. Там же двойные стаки получаются. А представляете, критонет нахил этот оккультист. Там 36. И еще 152. Господи. Господи, это под 80 вообще. Под 90 даже. Убиваю. Ладно. Не всегда лечил, но это... Это неважно. Привал еще есть. Главное дойти. Сейчас главное получается угадать, в каком... Куда идти, направо или вниз. Мне кажется, что все-таки направо. Ну, потому что это дальше от первоначальной точки. Ребята, ну... Сейчас должна разведка сработать. Ну, как должна, я хочу, чтобы она сработала. Фальдш. Фальдш. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Меняться стресс уже снимает, что ли? И давай вот по... А поэтому мы не достанем. Капец. Да что ж вы делаете-то, ироды? Так. Либо метка. И убивать этого двумя. Да, так надо делать. Потому что у него АУЕ по урону, у меня ахила нет. Капец. Вот я попал, а. Да что ж вы делаете-то, а? Я до героя не дойду. Дай походить. Спасибо. Все, убили этого. Труп остался. Вот это проблема. Надо меняться местами. Моя щеку. И лечиться, да. Хотя лечиться, это вообще плохая идея, блин. Какое лечиться? Ты пока труп убьешь, они тебя в стресс загонят такой, что... Мама, не горюй. Добивай его. А вот сейчас нужно либо... Либо. Вообще не очень. Либо убивать труп 33. А тебе тут делать нечего, кроме меня, как труп убивать. Капец. Надо убить труп, чтобы он подошел поближе и начал тыкать ножичком своим. Тогда у меня будет время. Раз. Отлично. Два. Тейк тоже себя сейчас немножко там подлечит. Все, фуловую вроде. Ну, еще столько раненых. Плюс стресс накидывает. Ну, да, стресс, потому что... Анахилованный. Очень важен будет привал. И разведки нет. Они не могут быть битаны. Я думаю, что про все-таки правый верхний угол. И надеюсь, что сработает. Но надо менять мест... Блин, менять местами. Это хреново. Не будет у нас работать одна арбалетчица. Это плохо. У тебя навыков от других вообще нет. Можешь того, кто-нибудь слепой поставить пока. Нет, воспитывай, местами так. Хотя бы сможешь действовать. Действовать хотя бы нужно ради того, чтобы ход не терять. А никого не это самое. Местами, чтобы не менялись люди. А, хавчик же, е-мое, точно. Про хавчик-то я забыл. Да, надо стресс снимать сейчас. Понятно, что собакотерапия есть. Но она не... Опа. Застали, отлично. Два дальних. Это вот самое главное. Самое главное двое дальних. Вопрос. Мне сейчас снимать стресс или пытаться убить дальних? Сейчас снимать стресс. Да. Потому что четверо там. По восемь, по семь. Отлично, двадцать один. Дальше лебедем пробуешь. Хорош, хорош! Отстреливаем вот так. Дай бог еще вторая попадет. Ай, нет того. Ладно. Двое ближних перетерпим. ХП есть. Трудное заклятие. Опасно, опасно. Стресс близко. Близко очень у дальних бески. Ай-яй-яй-яй. Местами поменяли. Я не смогу снять стресс. Надо меняться. К сожалению. Да ладно. Почему ты первый? Нет. Только не... Нет. Бесса, прошу тебя. Очень нужно. Да надо было догрызать, конечно. Надо было догрызать. Собака, я задолбаюсь, снимаюсь только стрессом. Так что мне нужно будет жить. Жить с безнадежностью. И надеяться, что она не будет сверх критичным. Пожать ничего не было. Надо ее еще лечить, перевязывать. И надеяться на то, что Крит сработает просто. У себя получается лечить. Получается так. Она себя бьет просто. А, она не может себя лечить. Крит хилл на другую подругу. А другая подруга лечить не может. Потому что она не на той позиции стоит. Я думаю, надо забивать на безнадежность. Забивать от ухаря. Потому что уже под крепом может подцегиваться. Кушаем немножко. Гербы не нужны. Тут открываем последним плечом, кстати. Собирал гербов. Разведки нет. Еще лут. Но не смогу я открыть. Ну куда ты, ну? Я хочу умереть, говорит Бесса. Горе мне, горе всем нам. Падает еще в ловушку. Вообще не везет. Так, а что по хавчику-то? По хавчику все плохо. Дайте разведку, а. Разведка, ну! Босс! Босс! Не босс. Босс внизу. Идем назад. Идем назад. Может поменять местами? Арбалитчица. Чтобы я ее мог лечить. Тогда нужно менять скиллы еще. По идее. Да нет, нормально. Это и нужно скиллы поменять, типа. У нее нет скилла. А, у нее есть болла. А что болла сделает? Ну босс. Нет, плохая идея. Плохая идея. Даже, наверное, так лучше сделать. Мне нужно убивать лучше людей. Быстрее, чем. Ох, слава богу. Не будем мешкать. Только не тупи, Босса. Раз. Оглушение не работает. Два, слипо тому. Я не смогу сейчас. Трис. Молодцы. Так, тут пустом. Отлично. Привет, последний перед боссом комнатам. Вот там привал. Опять застали врасплох. Хорошо. Ха-ра-шо. На них, кстати, действует кровотечение. Наверное, возьмусь. Потому что АОЕ. Потому что кровотечение. АОЕ. Лучше. Пожалуй, лучше. Лучше первую добить. Потому что БСК будет по дальним стрелять. А, конечно, по дальним. Конечно, по дальним. Конечно, получится. По двум ближним меньше штраф. Приходит в себя. Личинка. Кусается. Убиваем. Можно было, конечно, БСК добить, чтобы ее немножко отпустило, но... Ну, я тороплюсь почему-то. Хочу быстрее до босса найти. Ой, файд еще один. Опасно. Не застали врасплох еще. Так, тут двое живых. Двое живых. Надо убивать стрессового опять. Как можно быстрее. Раз. Дай, походите. А дай, походите. Я тут в первом ходит. Хотя, как мистики, в другой БСК. Здесь глушим. Бас. Этот сопротивляется кем-то чудом оглушениям. Ладно, урон не такой серьезный. И этот первый еще ходит. Ну, е-мое. Ну, что ж вы делаете-то? Твою мать. БСК себя режет, конечно же. Так, ладно. Значит, ау-е. Раз. Этот умрет от... Не умрет он от кровотечения. Два. Извините, извините. Еще минус один. Ой, хорошо. Всех там прям отпустило. А давай-ка еще станчик на скелеты. Глядишь, подействует. Будет ок. На двоих подействовало. Топчик. Хилл или стрелять? Наверное, стрелять. Сделяться уже будем в лагерем. Добро. Молодец. Есть. Так, ну, вроде это последний бой перед боссом. Да, разведочка пошла, надеюсь. Ой, еще сокровищница. Нет, там прям файт. Прям вот... Перед боссом. Но я думаю, что надо сейчас спать. Сейчас спать. Полностью еда. Снимаем стресс. Собакотерапия. Точно. Точнее, надзор гончий. А вот дальше надо внимательно посмотреть. Вдруг есть... Нет, это ерунда. Вот. Излечение всех спутников. 35%. Кроме себя. Как мне снять стресс-то с этой подруги? Точечно. Да, точечно два раза. Или все-таки троечку и двоечку, да, троечку и двоечку. Давай, сделаем так. Все будет нормально, ребят. О, бафчик. О. Святая вода. Ну. Бонус. На урон. Потайная. У меня ключа нет. Аааа. Блин. Ничего страшного. Бывает. Надо перед боссом подхиляться будет. Вот он, файт. Ну куда ты, что ты? Ааа. Ой-ой-ой. Застали хорошо. Ой-ой-ой-ой. Ёшеньки. Ё-ё. Так, ребята, меточка. И критуем, как никто никогда не критовал. Критуем, ребят. А, ты не можешь критовать. Ааа. А почему снайперски не хочешь? Потому что первая позиция, Вася. Первая позиция, Найн. Ну ааа. Станет, не станет. Достань, пробуй. Спротивляется, как. Вот это, блин, нормального мне... Нормальный файт перед боссом дали. Всё, сигнал сбора. На нём метка, конечно, останется. Но вот даже с этими пырями надо постараться сразиться. Так, тут... Давай, давай. 32 крит. 28 хрень получается пока что. Защита главы. О-о-о-о. Блин, какая грязь. Какая грязь. Кость нужна срочно. Давай сразу пропивать уже. Может, кровотечение пока. Или метку поэтому лучше поставить. Чтобы по нему входил бонусный урон, да. Потому что сейчас защита. И не получится мне ни черта. Этих лучше глушить. Давай их. И стараться стрелять по... Нет. 14 хиляется. 18. Работаем. Раз 35 минус 1. По метке, потому что... 2, 28. Где криты, ребята? 1 к 3. Метку обновлять будем? Не будем. Ой, 58 крит. Вот ДПС пошел. ДПС родненький. Он ходит, гад. Отнятие жизни сейчас похиляется. Опять на 16, 18, 18, 18. Так, тут резисты есть уже. Надо просто мочить. Я понимаю, что слабо охота за головами. Какая грязь. А, кровотечение еще. Лечение головы. Это ладно. Хорошо, что не поставил он... Ой, там метки уже нет. Ну ладно, все равно нужно стрелять. Так, тут бинтуемся. Святая вода ради резистов. Может, убьем. Ес! Сейчас глушим. Глушим, глушим. Метку. Да не ходить еще буду сейчас. Главная боль. Не помню этого усиления. Окей. Глушим. С хорошей вероятностью. Один сопротивляется, который как раз не ходил. Охота за головами. Ладно. Главное, что не по-бойски стреляет. Это прям вот вообще спасибо за это. Хил. Надо оставить одного. Он один. Ничего не это самое. Да, надо бить того, кто по метке. Вон, пора баф он еще. Добиваем его. Один, кажется, ничего не делает. Нет, он делает. Без крисморти. Пропускает. Дура, блин. Ход. Ничего себе, на конце. Интересно, подкрепок не может прийти? Да что ж ты к ней-то пристал? Твою мать! Там еще кровотечение, не дай бог. А- Mia! С утром! С утром! Дурно! С утром! С утром! Горрор. 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 В радиации мы сможем найти победу. На босса втроем, да? Топчик. Кровотечение. Блин, кровотечение. Причем сам повесил в этот же ход и кританул еще при этом. Скотина тупая. Передвестник БДМ. Что это такое? А-а-а-а. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, давай резистуем. Держись. Критуй. Ну где? Где оно? Каменные обломки. Титеринг на бринк, вверху облака. Ну че, я за один ход сниму у него. Критуй. Где криты, пацаны? Бесса, не надо, не надо. Нет! Ну критонит 26, ну... Ну где? 55 у него. След же у него. Блин. Я пошел в аркаду. Бесса присмерти. Сейчас этот присмерти. Оглушен. Оглушен. Все. Держимся, пацаны. Оглушен. Критуй. 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 Возвращение. такая грязь вот это из-за этого кровотечения блин так это просто меня подкосило так подкосила я снова на него иду естественно надо понять только с кем с bsp чтобы стресс снимал чтобы точно бил с хиллом хотя блин хил как раз нет страта на самом деле сработало бы если б я дошел в четвером ну что я даже втроем его ему оставил 50 хитов могильную воровку можно взять он бич на дальней дистанции работает соколика тоже можно взять но он он на рейндж не такой классный то есть да у него есть выстрел пистолетный урон против отметки да да он там с парированием может помочь во первых его нужно еще встроить вот все это лбуду метки нет надо брать наверное все таки агера какого-нибудь защита у него не было и 2 без еще по а там точно б с у меня нет близко к шестому нету ладно допустим вместо женьки мы берем агера метка хилл красточечный хилл который до точечный хилл конечно точечно гарантированно хилл но берем снимаем дамаг боссом кстати можно но это это не метка всяко лучше чем демоническая тяга надо перед боссом только это сделать демоническая тяга поможет боссу дайте и нам нужен кто-то на на позицию на пиве на первую вторую при этом с рэнджом типа ты это хорошая шутка грюс молодой он может там дотянуться но крюком там скорее сопротивление перемещению фанка тоже молодая надо выбирать из пятых шестых может писать чумного взять фанк то может и вклизи постоять с киркой с оглушением оглушение не будет работать потому фанка может зайти из-за уклонения просто то есть фомби подлый токсин разгоняться со старта взять и какую-нибудь какую-нибудь штуку типа древнее пальто еще конь уклонение уклонение 45 она в первый же ход разгонится этим токсином уклонение получит семнашечку а потом будет свап мы свитчатся местами с теми людьми на которых будет падать этот камень но если один то нормально падает он если два то беда можно взять антиквара плюс соколика чтобы защитить и того и другого по физухе будет хорошая тема да лучше возьмем антиквара плюс соколика потому что там физзащита будет хорошая так вместо колон метка тогда не нужно но этого берем не только для это для минус урона дамаг бсп вроде как стресс снимает и хороший урон наносит а бсп вообще плохо про подходит потому что он он же урон то не будет по финалам наносить чтобы с по мы выкидываем берем гитманом а соколик будет чередовать парирование с отражением урона чем его нужно поставить на какую-то такую позицию чтобы он чтобы он делает парирование и при этом находится где-то вот в центре да или вообще его поставить если нам не важно что попадают по антикварке он должен вообще как-то не странно стоять вот здесь потому что включить боевой натиск он может из любой позиции он окажется мир между двумя героями которых он должен защитить тогда мы могильную воровку не сдвигаем она кинжалами накидывает потому но главный дэмэдж дилера получается соколик на парирование это будет очень сложная битва по такой тактике но кажется другого вариант у меня нет то есть соколик должен брать чистейший урон который только возможен ну да уклонение тоже хорошо зайдет возможно даже мод крита брать или все-таки взять 25 урона со стрессом до 25 урона возьму конское конечно количество понятно что минус здоровье но он будет под защитой точечный хилл с бонусом понятно что может не пройти но но да что тебе еще можно дать защита может хп какие-нибудь факелы это те которые в темнейшие сходили и прошли темнейшие могильную воровку кстати можно было бы и заменить чем-то но заменять неким так бы с удовольствием этой подруге надо на минус урон к стрессу либо к защите просто давать может быть застать врасплох чтобы до босса спокойнее добраться давай так это у нас руины тактик руин так что ей нужно вообще что ей может пригодиться сопротивление физ урона защита то бишь у меня только один девайс нам на защиту насколько я помню а нет несколько вот здоровье защита хорошо кстати минус урон его отлично колечко хорошо зайдет но вообще колечко лучше давать соколику нет соколик уже на второй ход будет разогнан до капа плане защиты ему как раз нужно дэмэдж наносить так что давай-ка защищайся пусть защищаются другие так тебе что метки считай не будет ты должна просто стрелять тебе нужен урон и попадание защита меткость пожалуй защита меткость скорость урон минус плюс стресс скорость урон скорость урон стресс так здесь хилу надо что-то добавить что можно добавить к хилу человеку который будет умирать скорее всего блин а кто стресс-то снимать мне сейчас будет никто 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 можно взять минус урон от стресса лучше лагерные навыки тогда проревизировать внимательнейшим образом да соколик будет бафать бафать себя и защищать от ночных нападений у кого там покруче снятия стресса у фомби болезни висельные шутки да наверное вот это все таки висельные шутки у соколика есть и у фонбича есть пробегусь по навыкам на всякий случай вот можно сделать 20 . уклонения то есть логика какая два человека у нас работают в связке это антикварка плюс соколик повышается защита и соколик где-то ко второму ходу уже обладает достаточные защиты чтобы принимать на себя удар он при этом еще в врубая боевой натиск после каждого такого выпада ну и после обычной атаки врага наносит ему урон это его задача антикварка просто по кд кидает защиту у нее все хорошо для сокращения входящего урона кидаем метку адвером вот эту вот меточку точнее метка это просто проклятие минус 40 процентов урона вот ну и собственно скорее всего с абвером сокол и будет чаще всего местами меняться а фонбич в первые два хода разгоняет себе уклонение слушай а может тогда ему уклонение еще взять этот древнее фамильное пальто 45 будет сразу же до урон от стресса босс не дает мне главное дойти до босса без серьезного стресса получается так денег кстати нет а вот это вот штука дублируется раз привет богус лагерные навыки варка чифера травли что понятно понятно ты же не забыл про коллектора коллектор не факт что появится в том же самом месте это же крайне маловероятно у меня тут hill 3 лава хорошо ладно что сейчас карты повезло потому что если сейчас еще отличный замах меткость мне еще хорошо у соколика минус урон от стресса от руин это поможет минус урон от стресса у фонбича тоже затариваюсь хавчиком потому что это более-менее стабильный способ получить хил точно точно бинты тоже могут понадобиться там же кровотечение есть так не запортил этот этот как его как его как его коллектор коллектор последний последний файт я мог причем на него сразу пойти если пошел на него сразу мог и глупо гуфнуться потому что у меня было у всех где-то половина хп и такой по стрессу по стрессу ситуация тоже крайне непростая но он мне да ладно опять что ли мне нужно вот сюда вот и наверх черт а может даже и направо твою ж налево ладно хорошо повезло так давай сразу отрабатывать то что будет фигню не говори убивай скорее людей отрабатывается сейчас будет уклонение отрабатывальщик так я запомню функционеры головы разность на них написано то есть кто-то убил стал красный разбойник а понял я не знал я не знал критический хилл на 6 и стал . завидую держимся да ладно ребята вы чего какой урон от стресса вы с ума сошли надо отлично с этой позиции еще может работать в мили самая большая проблема будет наверное так же как и в прошлый раз мне дойти до босса именно дойти до него с минимальными потерями по здоровью и стрессу а это сложно потому что у меня не человек который снимает стресс и разведки нет еще да кажется это еще одна один фейловый поход не куда свал антикварские штуки за косарик да с антикваром же я по крайней мере деньги заработаю в этом походе так пока тут вот как бы не накаркать все идет более-менее ровно ступень и круто и снова свободная комната как вы думаете не не надо проверять вот это вот справа буду придерживаться застали хорошо как я могу минуснуть дальних особо никак выбирая любого его на парирование добивай с остальными как-то надо будет со вторым надо как-то по-другому справиться я могу выцепить кстати если бы у меня был захват демоническая сила но у меня есть демоническая сила но я не до конца его вытаскиваю кажется он кубок да кидает кубок но попадает на соколика дар на че опасным или от удар на че это кажется а вот могильный опасный а удар в ночи это кажется дебаф нож во тьме что это было друг что это было вот если он так будет лечить на боссе будет топа-топ топище просто можно будет лечить прям вот прям вот лечить можно будет так тут а у я подвоем надо успеть могильной воровочкой сделать молодец умер соколик молодец выручает это связками денег не хватает правду с моментом кушан туда таск и сюда не за деньгами пришел оба так давай-ка попробуем а нет не надо сейчас 30 процентов урона до привала ну ты вообще молодец гитман подводит я хотел соколику дать 20 процентов урон это же же прекрасно бой это тоже кстати баф на героя застали врасплох отлично кто опасно но он и плотнее блин его не убью если крита не будет может его тогда вытащить что-нибудь гарантирует давай просто урон побои воняющий кубок сокол принимает на себя удар а кто если не он вот кто если не он и наказывает что самое главное во имя древних могильный это по соколу опять справляется задача споставлены не тот хилл было 30 стало 3 нужно перевязочку сделать давай ка еще раз и полирование даем надо ка еще раз и полирование даем по соколу два 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 три два один Что-то такое плотно-то, а? Живем. Разведочка, ну, справа, по крайней мере, увидим. Ничего мы не увидели справа. Но видим, что дальше боев в ближайшем будущем нет. Это очень хорошо. Может сразу... Слушайте, может здесь привал? Сделать привал, получить баф для героя? Ну, там будет, ну, максимум два боя до босса. А тут баф на героя с высокой вероятностью. То есть мне бафов разных хватит. Вроде неплохая идея. Сейчас подумаю еще. Так, мы разведали. Босс там, босс там. Файт будет только один, максимум. Делай привал. Так. Теперь внимательно. В первую очередь. Защита от ночных нападений, да? Рукопашка, баф на себя, да? Если у нас... Ну, блисты, это пофиг. Болезни не столь критичны. Ерунда. Можно накинуть урон еще на 4 битвы соколику. Стресс на героя, но это ерунда. Да, давай соколику баф на урон еще. Можно сейчас еще снять этот самый урон. Не уверен, что резисты вообще нужно ставить. Тут нет резистов к физухим, поэтому... Все не очень на последние два. Кроме разве что прогулки. Типа, чтобы... Нужно кровотечение снять и подлечиться, наверное. Не, не сможем. Да, шанс разведки. Ну, чтобы точно узнать. Ну, хотя вероятность того, что я точно узнаю, довольно высока. Потому что две комнаты еще впереди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не то, все не то. Ну, давай вылечим болезнь. Я откопал твою статью «Навигатор» в 2005. Как в старом журнале, как правильно держать мышь в разных... Да-да-да. Элемент. Там еще... Я помню, когда приехал в редакцию «Навигатор», Константин Подстрешный, который выпускающий там... И тогда было, сейчас, насколько я понимаю... Он говорит, смотри, какие клевые иллюстрации мы сделали. Ну, вот... И показывает иллюстрации, там, где я показываю, как хватать мышку. И там такие наколки, типа, что-то вроде, там, «Пять лет ВЦГ», там, ну, что-то, что-то, что-то такое, такие, фотошопом нарисованы. Вот. Но, кстати, статья до сих пор, я думаю, актуальна. Про методику и настройки. Возьми ночную прогулку, вдруг вип-комната. Кстати, да, разведка может зарешать в этом плане. Поехали. Это было 11 лет назад. Так, беру бафчик. Да-да. Поведал о мире? Что, черта характера? Видимо, авантюрист бухты. Видимо, там рандом идет. Такая беда. Ладно. Да все равно мне привал надо было делать. Сейчас найду себе... Там реально Майкер все прояснил. Да-да. Как там по вертикали настраивать, если хват особый. Все прям четенько. Почти научный подход. Для новичков полезно, конечно, статья. Еще одна стенка. Еще немножко лутом. Ох, сколько денег. Три косаря. Так, давай-ка вот это выкинем. Главное, чтобы сейчас не было опасной битвы в последнем коридоре до босса. Главное, чтобы там босс для начала был. Разведка пошла. Есть. Босс и нет битвы. Фух. Ну, а дело за малым. Надо босса убить. Дело за малым. Господи. Так, давай-ка мы все-таки сюда. И под... Силу передает герою. Нет, урон-то не то. Видимо, стресс сняли просто. Так, я напоследок хаваю. Все вылечились. С богом, ребят. Босса, у меня тима вообще не алло. Ай, поехали. Так, предвестник беды. Сразу на двоих. А, не, не то, не то, не то, не то. А, да, не то. Это предвестник беды как раз то и есть. Так, ну, я делаю парирование. Отодвигаю под себя, делаю. И на самом деле, правильный предвестник. То есть, щит-щит. Тут, наверное... Дамаг или пока подлый токсин? Давай пока... Пока дамаг. Открито. Одна душа убивать. Не уверен, что сопротивляемость нужна. Накидываю щит. Надеюсь на лучшее. Я метку не поставил. Капец. Я не поставил метку. Убираю в течение не метку, а минус урон. Я ставлю на него другую метку. Будет бонус от этой подруги. Минус уронения будет. Возгорание. Я... Ой, хорошо. 26. Соколик тут же. Каменные обломки. Держись. Уплонение 25. Ура, вообще класс. Ставочка, ставочка сработала. Сейчас хопа, хопа. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо-то как. Так, ты по меточке спокойно стреляешь. Раз. Крит. На-на. Скотина, уже меньше половины хп. Что ты сделаешь? Ничего ты не сделаешь. Резистики. А тут придется принимать на себя удар. Он нечисть, кстати, а не человек. Там не соврали все. Но я тут принимаю, судя по всему, на Аббра. Я же не могу поменяться. Я могу поменяться, на самом деле. Да, надо поменяться вот так вот. А ты не сможешь лечить на следующий ход, Василий. Сможешь, потому что ты парирование сначала делаешь. Да, я хочу поменяться местами. Не, не сможешь. Парирование сдвинет это, но не сдвинет ту. Думай, не торопись, не торопись. Ну, сейчас залетает, да? Да, Соколик у нас защищен. Ты не защищен. Но антикварку сюда не подставить. Ну, никаким макаром не подставить. Можно подставить, собственно, Фомбича, потому что у него уклонение на пятнашку больше. Но мне кажется, это провал. Это провал. То есть лучше, на самом деле, его даже как-то помесить, наверное. Или сдвинуть Фомбича все-таки под уклонение. Но главное, чтобы саппорт не умер. Вот в чем дело. Проблема вот этой рокировки заключается в том, что в следующий ход А точно оккультист не может лечиться-то? Не может. Я не смогу. Ну, хотя воровка будет первой ходить. Нет, давайте рокировочку все-таки. Рассчитываю я на девайс, который был выдан Фомбичу. Услоган. Тут обновляем как раз парирование. Это тоже... В этом был смысл. Крит хорош! Возгорание. Яд. Ха! Уклони. 24 сокол. Наказывай. Каменные обломки пошли. Нет, он падает. Из... Но не убивает. Подлечите. Сейчас подлечим. Изейшая. Изейшая темнейшая. Предвестник беды на одного. Ну что ты сделаешь вообще? Что ты сделаешь? Не убить там никак. Может обломки порезать пока? Не выпендривайся, Вася. Сокол топич. 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 О, урон. На дальнобойное сопротивление оглушению. Окей. Я говорил, что изи будет. Было бы проще, если бы я в тот раз дошел нужными героями. Вот реально было бы проще. Но мне не повезло с этим. Так, соколик. Урон. Фигня. Фигня. Вот фомби нужно лечить. Точнее укреплять в тамане. Минус урон от стресса, если факел более. Вот это топич будет. Топич-попич. Все мероприятия по снятию стресса более эффективны. Почти все уничтожены. Кроме пушки. Кроме пушки. 16-фунтовой изишной пушки. Пока не забыл. Фомбича укрепляем. Фотомания. Сопротивление смертельным ударам. Вот. Но до следующего босса. Нам нужно выполнить серию миссий в чаще. А учитывая то, что у нас время-то уже начало 12-го. Завтра понедельник. На этом и остановимся. В следующей трансляции. Посмотрите. Заповедник закрыт. Руины закрыты. Бухта закрыта. В чаще остался последний босс. И осталось два темнейших. Ну, третья и финальная. То есть пятнадцатая часть трансляции будет последней. Не пропустите ее. Потому что там будет, по сути, три босса. Три похода. Больших. Два подготовительных и три больших. Ну, может быть, больше. Даже не три больших. Потому что в темнейшем мне, скорее всего, наваляют. Но есть у меня там запас по героям. Какой там. Вытянем как-нибудь. Все. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что болели. Хорошего вечера. Спокойной ночи. Спасибо, что болели.